Футбол 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 Это изумительное зрелище, способное сделать человека счастливым. Одиннадцать рыцарей на изумрудном поле сражаются за священный мяч в окружении океана болельщиков. То спокойного и ясного, то обушующего и грозящего поглотить неугодных. Футбол. Восторг и ликование. Страсть, которая заставляет жить дальше. Вы по-прежнему не любите футбол? Тогда, может, обратите свой взор на футболистов? Весной 1958 года команда из Симферополя «Авангард», которая лишь позже станет Таврией, созданная на базе клуба «Буревестник», стартовала в первенстве Советского Союза по футболу в классе «Б» в домашнем поединке с «Химиком» из Ярославля. Тот матч закончился в сухой ничью. Мало кто сейчас это вспомнит, но благо есть еще люди, которые были живыми свидетелями этих событий. Горинальд Немировский. Всю свою продолжительную жизнь он посвятил спортивной журналистике, стал своего рода летописцем в Симферопольской Таврии и кому как не ему рассказать о первых шагах клуба. Сейчас уже трудно сказать, как именно Горинальд Немировский начал свое знакомство с футболом. Еще мальчишкой он уже был одним из самых активных зрителей на стадионе «Пищевик», известном ныне как «Фиолент». Именно там играли местные футбольные команды. Любовь к этому виду спорта ему также привил отец, который сам был футболистом и входил в сборную Крыма. Все это и послужило звеньями одной цепи, которая связала жизнь Горинальда Немировского со спортом. 8,5 тысяч зрителей пришло 20 апреля на трибуны стадиона «Авангард», чтобы увидеть матч первенства Советского Союза по футболу в классе «Б». В 1558 году мы стали выступать в классе «Б». Тогда это было, в общем-то, большое достижение для крымского футбола. Ну и команда называлась «Авангард» в то время, потому что ее курировали руководители спорта общества «Авангард». Незабвенный Яков Раскин, мастер спорта по тяжелой атлетике, очень уважаемый человек, который, как мне потом рассказывал, когда мы с ним вообще сдружились со временем, он рассказывал, что ты не можешь представить, сколько мне пришлось посидеть за столами в различных ресторанах Москвы, пока Симферополь был введен в класс «Б» России, Советского Союза, столько желающих было выступать в этом классе «Б». Так почему же название столичного клуба несколько раз менялось? Основанный под названием «Авангард», позже перешел в спорт общества железнодорожников и стал локомотивом. По словам самого Немировского, смена названия происходила в попыхах. Шел 63-й год. До этого, в 62-м, «Авангард» добился самого крупного успеха в классе «Б» за эти годы. Он стал третьей командой в зоне «Украина» и должен был перейти в первую лигу советского футбола. Но тогда в спортивном комитете Киева сказали, что у Симферополя нет соответствующего стадиона, и он не может выступать в этой группе, так сказать, позориться перед страной и зарубежными командами. Впрочем, название «Локомотив» просуществовало не так долго. Так как была вероятность, что прописка команды изменится, было решено придумать свое название. Так появилась «Таврида». Но и это название оказалось с подвохом. Так уже назывался главный гастроном Симферополя. Гаринальда Немировского и Анатолия Заяева вызвали в горком партии к первому секретарю Михаилу Ревкину. Давайте, ребят, придумывать какое-то. Сейчас же нужно придумать новое название. Но так как я был самый молодой в этой компании, в этот день, он говорит, давай ты начнем с пацана. Как бы ты назвал? Я говорю, давайте назовем «Таврия». Почему «Таврия»? Я очень любил историю в то время. Я увлекался, что еще с 16 века Крым назывался «Таврией» и все эти северные области, которые к нам примыкали, это тоже была «Таврия». Я говорю, давай «Таврия». Ну и чтобы не думать долго, я говорю, давай «Таврия» так «Таврия». Вот так вот команда стала «Таврией». Вот так вот приложили мы вот эту тройку, которая там собралась к этому руху. «Таврия» развивалась, она уже создавала свою историю. Ну и как раз об истории 70-х годов мы поговорим далее. У нас в гостях Виктор Григорьевич Орлов, нападающий клуба в 70-е годы, и Анатолий Иванович Саровацкий, полузащитник. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы попали в клуб в те самые годы? Я знаю, вы вообще из Магнитогорска родом. Как оказались в «Таврии»? Ну это долгая история. А непосредственно я оказался в «Таврии» в 70-м году. До этого я играл в команде «Шахтер» в Донецке. Ну и там сложилась такая ситуация, когда у нас Грубчак и я, и «Шахтер» перешли сюда, а вместо нас «Шахтер» пошли Климов и Черемисин. Такой обмен был. Своего рода бартер. Да. Ну, к нашему как бы удовольствию, в общем, Климов и Черемисин быстро вернулись. Вернулись достаточно быстро. И лет 6-7 был костяк команды, вокруг которого создавалась команда. И хотелось бы вспомнить, что в то время были наши руководители обком партии. Это был Николай Карпович Кириченко, первый секретарь, и второй секретарь был Леонид Дмитриевич Солодовник. Они занимались общим руководством, а непосредственно с командой занимался Савенко Василий Иванович. Это было уже 40 лет назад, больше. Но без их поддержки было бы тяжело. Они очень много уделяли внимания команде. Здесь работали хорошие тренеры. Я считаю, нам повезло, что мы работали с Бубукиным, Валентином Борисовичем, и с Шапочником Сергеем Иосифовичем. Это те два тренера, которые, в общем-то, добились хороших результатов, и команда имела свое лицо. Как раз в 70-е годы, когда мы вышли... Выход в Первую Лигу. Да, в Первую Лигу в 73-м году. И тогда уже, как бы, команду Таврию узнали, что это есть такая команда в Союзе, в Советском Союзе. Ну тогда же, да, мы были победителями ОССР в 73-м, вышли в Первую Лигу по итогам 73-го, 74-го. Мы в 2004-м уже начали играть, и начали хорошо. Месяц назад игрокам Таврия вручали золотые медали чемпионам Украины. А вчера состоялась очередная встреча болельщиков с футболистами. Она была посвящена успешному выступлению команды на сочинском турнире «Семи», в котором победители семи зон второй группы оспаривали путевки в Первую Лигу. Тогда, в общем-то, как бы, началась создаваться история Таврии. Потом, конечно, она продолжалась, а вот в то время до нас поколение, которое было, они как бы начинали, им было тяжелее, а у нас сложилось все удачно. Но в любом случае вы пришли на тот материал, который был создан именно теми самыми предыдущими поколениями. До нас-то были и другие тренеры, и другая лига была, другая, класс Б там, а потом уже как класса начался. Более элитные соперники. Да, и мы как бы вначале-то играли в украинской зоне, а потом уже вышли в Первую Лигу и в Союзный чемпионат. Если брать те команды, с которыми мы играли там... А на тот момент это были уже... Были команды, там был Алмата, Ташкент, Минск, Кишинев, Баку. Это были же команды республик, а мы-то были, в общем-то, провинциальные команды. И занимались всегда хорошие места, где-то в пятерке мы всегда были. И потом уже, когда уже набрали ход, если можно так сказать, на кубок «Спартак» московский, что, в общем-то, было как бы необычно в то время. Я помню, был такой эпизод, когда после игры Возеров, после программы «Время» он говорил о результатах. И вот, говорит, сегодня состоялась игра, в Сочи мы играли, играла «Таврия» со «Спартаком». «Спартак» забил три гола, но этого оказалось мало. «Таврия» забила четыре. Ну, то есть, это было, как бы, интересно. Для, может быть, более молодого поколения, Возеров тот самый легендарный комментатор и спортивный журналист, который стал, ну, просто и голосом, и лицом советского футбола. Да, потом он сюда приезжал, мы встречались, он вспоминал это все. Ну, как? Ну, еще два слова. Погода хорошая, играть приятно. Анатолий Иванович, вы крымчанин, вы керчанин. Да. Ваше, ну, скажем так, футбольное шествие с чего начиналось? Ну, я родился родом из Керчи. Практически, сколько себе помню, все время в футбол играл. Сначала попал в сборную Крыма. Поехали на турнир в Закарпатье. Юношеский турнир был. В сборной Крыма участвовали. Там и интернаты были. Мы заняли первое место там. Тренер у нас был Леонид Федорович Яровой тогда, в то время. Он тоже в Тавре играл. Вот. Обыграли. Ну, и тогда мне пригласили спортдетонат киевский, республиканский. Их было на Украине тогда четыре. Четыре или пять. Четыре. Было четыре интерната. Сейчас Академии называются якобы там. А вот туда с интернатов очень много ребят вышло. Знаменитых футболистов, хороших футболистов. Специализированная подготовка. Да. С Луганска, со Львова. Ну, со Львова Андрюха Баль, допустим. С Харькова Бессонов, Болтача. С Луганска Заваров, Андреев. Ну, и как-то на каникулах я летел из Керчи в Киев. Ну, нас распустили там зимние каникулы. Ну, и заехал как раз Виктор Григорьевич от рассказа. У них 74-й год сборы были зимой. Ну, мой земляк Юраджи как раз уже был в команде. Ведущий футболист был. Вот. И пригласил. Говорит, давай пойдем потренируемся. Я говорю, там ничего нет. У нас размер одинаковый. Обуви. Ну, я пришел на тренировку. Ну, Сергей Иванович Шапошников мне посмотрел. Говорит, что давай заканчивай интернат. Мне еще полгода оставалось учиться до лета. И сразу к нам. Мы тебя собираем. Ну, так я попал в 74-м году. 1 июня, я помню, приехал. Уже первая игра была за дубль Таврии. Вы еще, к тому же, успели побывать в том числе и тренером Таврии. И были исполняющими обязанности главного тренера. Как раз в тот самый очень сложный момент, когда в 2014 году перешла Таврия в уже... Ну, фактически в российский чемпионат. Ненадолго. Из-за санкций нам пришлось создавать свой собственный. Да, к сожалению. Вы же наверняка и наблюдаетесь в нынешнюю Таврию, именно то, что ТСК Таврия. Вы наблюдаете игры. Как по-вашему, насколько конкурентоспособна эта команда? Насколько мы вообще готовы принимать чемпионаты России? Когда нам разрешили играть, где-то полгода мы играли в чемпионат России, южная зона, зона юг. Ребята, много у нас ребят было с материка. Команды посильнее было, вопросов нет. Более подготовленные, более техничные, наверное. Выбор был побольше. К сожалению, сейчас выбора такого нет. Свежей крови нет, как говорят. Ну, будем надеяться, скоро появится прилив. Будем надеяться, дай Бог, да, чтобы разрешили, да. Потому что проблема вся в том, что санкции, да. Нужны кадры. Нельзя, да, нельзя. Знаете, у нас в зале есть, можно так сказать, позвольте мне так назвать вас, талисман победы команды Таврия. Это Павел Морозов, спортивный журналист и футбольный обозреватель. Здравствуйте, Павел Владимирович. Добрый день. Расскажите, как ваше знакомство произошло с Таврией? Вам было всего лишь 11 лет? Ну, в далеком 79-м году, мне было 11 лет, я первый раз попал на стадион «Локомотив», попал на матч Таврии. Тогда был очень тяжелый сезон у Таврии. Таврия была на грани вылета из первой лиги, но усилиями футболистов и тренеров удержалась. И с подачи Анатолия Николаевича Заяева, великого тренера, мне посчастливилось присесть с футболистами на скамейку запасных. И вот весь 80-й сезон, весь я просидел с ними на всех домашних играх на скамейке запасных. И Таврия завоевала долгожданную путевку в высшую лигу, стала чемпионом Советского Союза. Анатолий Николаевич Заяев, советский футболист и тренер. Оссириец по происхождению. Родился в Симферополе, участник Великой Отечественной войны. По собственному признанию, работать тренером начал с 1973 года в Таврии. Во времена первенства СССР неоднократно становился чемпионом и призером УССР. Обладателем Кубка УССР. Полуфиналистом Кубка СССР. Команда становилась победителем и призером чемпионата СССР среди команд Первой лиги. Чемпионом Спартакиады Украины. Воспитанники Таврии стали мастерами спорта СССР и УССР. Мастерами спорта международного класса. Призерами Олимпийских игр. Чемпионами Европы среди молодежных команд. Заслуженными тренерами. В 1992 году под руководством Анатолия Николаевича Таврия стала первым чемпионом Украины. Конечно, 80-й год останется в памяти. Он настолько серьезным событием, как выход Таврии провинциальной команды в высшую лигу. В Первой лиге она соперничала с очень серьезными конкурентами. Тогда были очень хорошо подготовленные команды Днепр. Потом, впоследствии, через три года ставший чемпионом Советского Союза уже в высшем дивизионе. Металист Харьковский, Памир Душамбинский. Все конкуренты были сильные. Таврия показала свой класс на высшем уровне. Тогда это было для Таврии очень... Ну, успех этот все ценили, все лелеяли. И поэтому очень странно, скажем так, ну и обидно, что Таврия не удержалась в высшей лиге. Но на то были ряд объективных и субъективных причин. Какие годы называете «Золотыми»? Ну, 92-й, конечно. Таврия как... Золотой высшей пробы, я бы сказал. Да, золотой. Вот сидит здесь автор этого «Золотого меча». Человек, которого признали все болельщики Крыма и все болельщики Таврии признали лучшим в истории, в 60-летней истории Таврии. Это Сергей Яковлевич Шевченко. Вот он, автор этого «Золотого меча». Победа тоже стала значимой. И она останется в памяти навсегда, потому что даже покойный Анатолий Николаевич, он человек был очень юморной, и поэтому он всегда отмечал, что Таврия была двукратным чемпионом Украины. Первый и последний раз. Ну так вот это, к сожалению, получилось. Но Таврия вот стала чемпионом. Потом еще был Кубок Украины в 2009 году. Поэтому Таврия всегда показывала себя с самой лучшей стороны и запомнилась не только крымчанам, запомнилась жителям нашей страны на любом этапе. Команда, которая всегда могла дать бой грандам чемпионата, команда, которая всегда рвала поле до последней секунды, команда, которая достигала результатов и стремилась к своей цели. Восемидесятые годы для Таврии также стали временем достижений. Все началось в том самом незабываемом 1980-м, когда команда становится чемпионом первой лиги СССР. Это обернулось пусть и недолгим, но все же выходом в высшую лигу, высший дивизион. Там приходилось встречаться уже с командами высшего класса. И у нас на площадке не только свидетели, но и участники тех событий. Это Александр Валерьевич Петров, братарь Таврии, и Валерий Павлович Петров, нападающий Таврии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вратарь наш, который легендарный вратарь. Больше его никто не добивался в Крыму. Он трижды чемпион. Вратарь сборной СССР. И вратарь сборной СССР, трижды чемпион СССР в составе Киевской Динамо. И дважды признавался лучшим вратарем в Советском Союзе. И то, что я был у него дублером, мне это льстит. Я у него многому научился. Когда он вернулся из Динамо Киева, я как-то немножко думал, как у меня садится с ним, какой у него характер. Он оказался нормальным парнем, который мне подсказывал, где-то критиковал, положительно критиковал, указывал на ошибки. Никогда не забуду, когда он мне сказал, что вратарь не должен бояться пропустить его. Будешь бояться, будешь пропускать. Не напрягайся, если будь расслабленным. Ну, мне повезло с вратарями, когда я был молодой, в каком смысле, что было у кого поучиться. Это Гена Лисичук, это Егор Медников, ну, и, естественно, Юрковский. Боря Белошапкова, немножко моложе меня. Мы составляли друг другу конкуренцию. Здоровую конкуренцию. Здоровую конкуренцию. Хотя мы делили одни ворота на двоих, мы были с ним в хороших отношениях. Никогда не радовались ошибкам. Он моим, я его ошибкам. Ну, я никогда не забуду. Один из интереснейших случаев, на четверть финала мы поехали. Поехало 12 человек с двумя вратарями. У меня было две футболки. Одна вратарская, 12 номер. Одна игровая. И одна игровая, 12 номер. В случае ошибки, то есть травмы, мне пришлось бы выйти в поле. И это случилось? И это не случилось. Не случилось? Слава Богу. Валерий Павлович, Ваше воспоминание. Ну, что говорить по 80-му году, в футболе такое присутствует выражение, как фарт и кураж. Я думаю, что в 79-м году, когда Таврия еле внесла ноги от вылета во вторую лигу, наши соперники не воспринимали серьез. Это есть часть психологии, да? А практически весь костяк команды был со второй тогдашней лиги. Это и Боря Моренцов, и Сережа Матухно, и Володя Науменко тоже поиграл в Атлантике, да, с самой тогда. Мы были амбициозны, нас ничто не давлело. Пока соперники думали о том, что Таврия в прошлом году чуть не вылетела, мы поймали кураж, и нас уже было не остановить. За несколько туров до конца мы обыграли здесь Кахабаров с 3-0, да, и уже досрочно стали чемпионами. Было, знаете, такое... Слово эйфории не подходило, была усталость такая и сожаление о том, что это все закончилось. Потому что весь Крым, и в частности я, Севастополь, и здесь Севастополь жили футболом. Такого ажиотажа, такого бума, это стране, наверное, чемпионату мира, который прошел в прошлом году в России, да. Люди были настолько уличены, вот этим зрелищем, и команда, видно, того 80-го года, она впитала, начиная с 58-го года, всю ту ауру, которую вкладывали старшие товарищи наши, да, для того, чтобы действительно выдать, как говорят шахтеры, на гора результат. Есть в истории такие моменты, когда нужно находиться в нужном месте. А в нужное время, в нужном месте. А как декабристы в свое время оказались не в нужное время, а в нужном месте, а мы оказались в нужное время, в нужном месте. Поэтому нам повезло, и плюс того, что мы были молоды, задорные, тщеславные, в хорошем смысле слова, да, и нас уже было не остановить тогда. Кстати, ну, знаю, что футболисты, спортсмены очень часто все-таки люди в какой-то мере, ну, назвать суеверием это нет, но есть какие-то определенные, может быть, ритуал, ну, понятное дело, очень многие, выходя на поле, касаются рукой травы, поля, на котором предстоит играть. Вот если вспомнить, в те годы какие-нибудь были такие интересные традиции, поверья, может быть, что должно повезти, если сделаешь что-то или не будешь делать что-то? Каждый готовился по-своему. Вот, наверное, ритуал, тот, который входил, это подготовка обуви футбольной, бутцам к игре. Каждый брал, не дуально там, я знаю, что Сережа Каталимов брал масло сливочное перед игрой, да? Масло сливочное? В салфеточку масло сливочное. Туховский сало. Туховский сало привозили. Натирали. Натирали бутцы, вот эти все швы, натирали кто маслом, кто салом. А я брал кастровое масло, разрезал, и пальчиками протирали каждый шовчик. Шипы, сейчас уже литая подошва. Ну, а раньше вкручивающаяся. Не было такой технологии, а тогда не вкручиваясь. Туда капельку делаешь, и на шипы это вкручиваешь. Это был ритуал своеобразный, того, что ты уже был морально и психологически готов к тому, что ты настраивался на игру. Даже бывало так, что сейчас приходишь в раздевалку, видят даже там Реал, играет или с кем-то, висят футбол. Уже готовы, отглажены. Мы в свое время гладили шорты, там, футболки свои, просили просто, то, чтобы... Вот гладишь, и ты уже мысленно уже на этой игре находишься. И плюс еще, конечно, сумасшедшая поддержка болельщиков, когда полный стадион народу, и ты, когда разговариваешь в метрах в трех с партнером, ты не слышишь своего голоса. Мы просто не могли плохо играть и разочаровать тех людей, которые пришли порадоваться нашим победам. Попроще были. У нас в зале, Слав, есть еще один игрок команды, как раз 80-е годы. Александр Шудрих, вы встретились в высшей лиге с командами грантами футбола. Дополнительное волнение появилось? Как это сказалось? Когда выходишь на футбольное поле, уже все волнение подходит на второй план, и ты пытаешься себя максимально реализовать и выполнить установку тренера там. Не сказалось никак это? Ну, как-то так, подстегнуло. Не, ну, мотивация, естественно, в каждой игре надо выигрывать, да, как бы настраиваешь себя, вот, естественно, положительный результат и отдаешься полностью в этой игре. Вот, чем команда выше классом, тем она, как бы, мотивация тоже намного выше, доказать, что ты ничем не хуже и тоже умеешь играть в футбол. Перенимали тактику игры, смотрели, вывод какие-то делали. Если можно так сказать, в высшей лиге мне посчастливилось сыграть против «Динамо Тбилиси», ну, как бы, вот, по-моему, первая или вторая игра была в Симферополе, ну, как бы, они уже в статусе заслуженных мастеров спорта были там, ну, не даст соврать, наверное, Анатолий Иванович и Валерий Павлович и Александр, вот, что, ну, семь человек было игроков сборных там, по-моему, и Габелия, и Чивадзе, и Кипиани, и Гуцайт, и Дороселия, и Шенгелия. Ну, как бы, да, играя против таких игроков, ты, как бы, чувствуешь какую-то разницу и чувствуешь разницу в уровне, наверное, мастерства, на своей шкуре это ощущаешь, как бы. Если противник более именитый, не значит, что он более сильный, чем ты. Ну, естественно, не боги горшки обжигают, мы же тоже что-то хотели в этой жизни добиться, самоутвердиться, как бы. А, кстати, говоря о достижениях команды на высшем уровне, нельзя не сказать об Анатолии Николаевичу Заяеве, легендарном тоже для Таврии тренере. Есть история, связанная с его, так называемыми, крестовыми походами за начинающими талантами, то есть, когда собиралась часть команды Таврии и отправлялись на игры с командами любителей. Вы застали этот период же наверняка? Застали. Ездили. Ну, вот я, можно одну цепочку расскажу? Да, да, Это начинается с 76-го года и дальше. И потом вам интересно будет, когда я закончу. Первую игру за дубль Таврии я собирал 20 августа 76-го года. Почему я эту дату запомнил? Потому что в этот день, день рождения у моего лучшего друга есть такой Валерий Печуин из Белогорска. Я сам воспитанник Белогорского футбола, который сделал много для футбола Белогорского района. Потом женился я в том же легендарном 80-м году 19-го июля. Это день открытия Олимпиады в Москве. Вон Саша Шуберик присутствовал, по-моему, вот Олег Сарыванский. Ну, все ребята тех годов 80-го года, кто играл, вся команда была одна. В 81-м году у меня родился сын, которого крестил мой друг Валерий Печуин. Ну, и сейчас мой сын сидит вот напротив меня, это Третий Петров. Вот и Таня. Такие желания. Желания загадывай. Ну, в принципе, насколько мы знаем, в команде всегда были достаточно дружественные, достаточно близкие отношения. Это была, по большому счету, семья. Историю этой семьи мы сегодня и рассказываем. Услышимся через несколько минут. Еще одна атака наших икеистов. Ее начинает Харламов. Несколько передач, и Валерий Харламов ставит окончательную точку в матче. С тобой мы объехали пол света, но каждый раз тянула нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Традиционный музыкальный подарок для всех наших гостей, наших зрителей. Это был вокальный ансамбль джаз-рандеву Крымской государственной филармонии. Любое усилие оценивается, любое рвение к своей цели рано или поздно должно быть вознаграждено. 21 июня 1992 года, уже после распада СССР и перехода Таврии в состав Украины в первом же футбольном сезоне новообразованного государства крымчане сотворяют сенсацию. Они минимально обыгрывают фаворита Киевская Динамо и увозят золотые медали чемпионата Симферополь. Вот после чемпионата мира в России появилась вот эта вот золотая нога Акинфеева. Намного ранее у нас появилась золотая голова. Сергей Яковлевич Шевченко в нашем эфире, нападающий, который добился победы в составе Таврии. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Яковлевич, вот появился новый чемпионат. Тот самый первый проходил по нестандартной сетке, то есть были разгруппированы команды и своего рода такая олимпийская система, все шли к вершине и в последнем матче решалось, кто станет чемпионом. Таврия тогда, если не ошибаюсь, не смогла выиграть, проиграла только один матч. Да. А соперники были серьезные, голов было забито много. Как шла настройка? Что говорили? Что делали? Откуда взялось такое неожиданное рвение? Наверное, все-таки еще один раз придется вернуться. Ребята, которые выступали, разговаривали до меня, совершенно справедливо отмечали, что победы 80-х годов и любые победы 92-го года, она произошла не сама по себе, а была фундаментом и вершиной тех усилий предыдущих поколений. Но это были все звенья одной цепи и делал один коллектив под названием Таврия-Симферополь. Команда 91-го года была расформирована полностью вся, когда, значит, развалился Советский Союз. Мы начинали готовиться с командой практически новой, Волков. Тогда же мы покинули состав и Гайдаш, и Белошап. Да, многие разъехались с ребятами искать счастье в зарубежных клубах. На вскидку Волков, Турчененко и я остались из команды 91-го года, и поэтому было опасение, что будет сложно. Чемпионат новый, независимый, высшая лига. Наверное, удалось Анатолию Николаевичу собрать крепкий коллектив, подготовиться. Валерий Петров совершенно правильно говорил, многое зависит у нас и от уверенности, и от подготовки, но еще и от везения, и от куража. Но, наверное, эти счастливые факторы совпали. Все сошлось воедино. Все сошлось воедино, звезды так расположились. Значит, тут говорили о приметах, которые в футболе существуют. Значит, когда известного физика Нильса Бора спросили, а почему вы известный ученый, а у вас на дверях висит подкова. Мне сказали, что она действует независимо от того, веришь ты в нее или нет. Поэтому, наверное, все приметы к тому же совпали. Анатолий Заяев рассказывал мне уже после финала, конечно, что он знал, что мы обыграем Динамо Киев, потому что к нему накануне прилетел на базе голубь, как символ. Он говорит, и я понял, что это знак сверху, примета, как хотите, назовите это. Но, боюсь, не все верили тогда в команду Тавре, по крайней мере, что касается того государства. Налицо было не всегда честное судейство, налицо была достаточно жесткая игра против команды в финальный матч. Наверняка мы вспомним, что уже практически в середине матча опарин был сбит в страхной площадке, и там был 100% практически в финальной площадке, который не назначили. Но согласен с вами, возможно, судья тоже живой человек, его тоже можно понять. Ашутки допустимы? Да, напряжение было, колоссальным, и он просто не решился в данной ситуации, наверное, принять решение в пользу Таврии. В принципе, действительно, матч получился крайне насыщенным, напряженным. Первые где-то минут 15-20 просто титаническое давление динамовцев на Таврию, Таврия смогла устоять. Потом команда вроде как начала давать отпор, потом небольшое затишье, и вот вторая половина второго тайма, наверное, самые основные события развиваются. Сергей Яковлевич, вот этот самый исторический гол для старого года, ваши эмоции? Ну, мне совершенно сложно описать эмоции, которые были в этот момент, ну, просто был игровой эпизод, стандартное положение. Вот мы как раз видим этот эпизод сейчас на экране. Вот вы сказали, Вячеслав, что вот золотой гол, это он победитель. Да нет, выиграла команда своей историей, своими болельщиками, своим подходом, ну, просто посчастливилось поставить решающую точку, стандартное положение. Я не помню, что я там испытал какой-то восторг. В конце, конечно, эйфория все-таки наступила. Ну, в принципе, подобный гол вы забивали далеко не в первый раз. Для вас это... Много забивал подобных голов в составе Таврии, поэтому, в общем-то, ничего сверхъестественного, кроме, конечно, значения и напряжения матча не произошло. Хорошо, я вам отвечу вашими же словами. Вы оказались в нужное время и в нужном месте. Именно вы, именно вас в свое время признали лучшим игроком всего сезона. Ну, наверное, так происходит. Футбол, игра, насколько коллективная, настолько индивидуальная. Думаю, что здесь можно спросить у зрителей. Павел Владимирович Морозов, напомню, футбольный обозреватель, спортивный журналист, этот финальный матч вы смотрели. Ощущения самые приятные. Ожидали? Восторг. И мне было приятно не только за то, что так закончился матч. Закончился матч в соперничестве с самим киевским «Динамо». Тоже командой очень хорошей, квалифицированной. Есть легенда, да, что медали вроде бы уже были отчеканены, отлиты с названием «Динамо». Я опять-таки выскажу свое мнение на предмет того, что Таврия весь сезон показывала приличные результаты, и то, что она в финале так качественно сыграла, это лишь говорило о ее силе как команде. были исполнители, которых я знал много лет, и знаю много лет, мне очень приятно, что именно мои друзья стали чемпионами, и я никогда этого не забуду, я наизусть, как говорится, помню все перепития этого сезона, и поэтому приятно, что всегда есть, что вспомнить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 2000-е годы можно смело называть отдельной эпохой Симферопольской Таврии. Клуб начал развиваться в ритме современных европейских тенденций. У него даже появился свой собственный талисман Таврик. Вот, собственно, и он. Таврик побаривал команду на каждом домашнем матче, и он же стал триумфатором в 2010 году. Так и есть, очередным большим достижением и фактически калькой 1992 года стала победа Таврии в Кубке Украины 16 мая 2010 года. Мало кто верил в команду, в команду крымчан. на Кубок пророчили Донецкому Металлургу, но напряженнейший матч принес совершенно неожиданные для большинства результаты. Ну и позвольте представить вам гостей у нас на площадке Максим Александрович Старцев, вратарь, который защищал ворота Таврии в том самом кубковом матче. Здравствуйте. И Борис Романович Леин, в свое время прес-сташи Таврии и многие годы голос нашего стадиона. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис Романович, ну в принципе ваших ипостасей наш полуостров знает много. Вы, ну прежде всего все-таки врач. Как, когда вы пришли к футболу, к спорту? К футболу я пришел в далеком 1962 году. Сейчас многие начинают подсчитывать мой возраст, я его не скрываю, 65 лет от рождения. А в 1962 году отец меня впервые привел на наш стадион, а буквально через месяца полтора мы были в Киеве, и он привел меня на центральный стадион в Киеве. И голос диктора у меня до сих пор еще в памяти могу воспроизвести. Шановни товарищи, поведомление с Донецка, где Шахтар приимает Крывбас, на 75-й хвилыни рахунок открыто. И вот эта фраза, которую я впервые услышал в далеком 62-м году, 57 лет назад, подтолкнула меня и к футбольной статистике, потому что знание футбола и быть спортивным комментатором сейчас, и обозревателем, не зная статистику футбола, в частности, это просто нереально. Ну а затем вот так судьба свела с Симферопольской Таврией, и побывали на сборах и в Израиле, и во Франции. Мы играли с Парис Сен-Жермен, вы представляете, с командой Неймара. Мы играли в матче и официальном матче международном. Причем, если не ошибаюсь, именно тогда уже был в составе молодой Рональдинья. Он тогда не прилетел, но он в команде уже был. У меня есть фотографии, я его выловил перед матчем, и мы сфотографировались с ним. Это действительно исторические моменты. Но если уже говорить о 2010-м, наверное, события 16-го мая в тройке главных моих событий жизненных, сравнить можно, ну, только, наверное, с рождением сына, рождением внука, с бракосочетанием, возможно, но это действительно событие уникальное. И то, что тогда клуб сделал для поддержки команды, это просто из ряда вон выходящее событие, когда поезда шли с болельщиками. Более того, в одном из этих поездов был я. Я, ну, в принципе, уже на тот момент очень много работал и на радио, и на телевидении, и говорили там «луженая глотка». Когда мы выходили со стадиона в Харькове, я практически не мог говорить. Я за эти 90, больше 90 минут, потому что дополнительное время, я просто голос потерял напрочь. И я очень рад, что мне не довелось комментировать тогда этот матч, а просто в качестве болельщика находиться и пресс-атташе любимого клуба. И, в принципе, болельщическое движение в 2000-е годы, оно набрало новый темп. Это молодые, энергичные, вместе с ними уже и возрастные болельщики, которые поддерживали всей душой, всеми силами. Болельщики разделились на несколько веток. Ну да, тогда были вот эти лукичи. А болельщицы какие были? Ну у нас, да. Это отдельная страница биографии финала 2010-го. Какие они были, мне интересно. Встроенные, красивые, голосистые, шумящие и влюбленные. Со своими кричалками. И влюбленные в футбол со своими кричалками. Максим, но все-таки поддержка со стороны болельщиков как, где ощущалась, в чем? Ощущалась ли? Она, конечно, безусловно, ощущалась. Подъезжая к стадиону, мы заметили большую толпу болельщиков в наших сиферопольских с шарфиком, в общем, с атрибутикой. И у меня было такое впечатление, что мы играем дома в Сиферополе. То есть, насколько было их много. Точно так же, выходя на поле футбольное, на трибунах, не заняли там, «Металлурга» было немножко болельщиков, а у нас был там полстадиона. И было тоже приятно, что и пришли и харьковские болельщики, и «Металиста». Они взяли такой нейтралитет, они поддерживали и нашу команду, и донецкую команду. Могу сказать, мы, когда подходили к стадиону, мы повстречали нескольких ребят тоже с симферопольскими, с таврийскими розами, так называемыми шарфиками. И мы думали, что они, ну, крымчане, симферопольцы, это были харьковчане, которые шли на стадион поддерживать Таврию. Более того, они нам желали победы. Вы обратили внимание, друзья, что все решающие мячи головой забивают наши футболисты, а с головой играют, потому что забивают. Лаки и Дахор, кстати, недавно появился вновь в Крыму. Я имел честь общения с ним и даже телефонную линию по радио с ним провели. Он комментировал свою сегодняшнюю жизнь и, конечно же, рассказывал об этом золотом мече 16 мая, который для него это главное событие в жизни тоже, он подтвердил. И здесь мы должны с вами, наверное, еще один день вспомнить, потому что в этом году исполняется ровно 25 лет, как Таврия выходила в финал Кубка Украины. Вышла, да. И с черноморцем играла, но, к сожалению, тогда кубок завоевать не удалось. Но это тоже событие, то есть двукратный финалист, однократный обладатель Кубка. Это звучит гордо. И это Симферопольская Таврия. Тренировки для будущих футболистов начинаются с 7-летнего возраста. В первую очередь маленькие спортсмены учатся владеть мячом. На первый взгляд простая игра помогает развивать все группы мышц. Идет равномерная нагрузка на организм. Детское тело достаточно гибкое, дополнительные растяжки не нужны. Можно обходиться легкой разминкой. Тренировки проходят в любую погоду, вне зависимости от времени года. Даже если поле завалено снегом, это лишь помогает сильнее сконцентрироваться на игре. Ведь передвигаться становится не так легко. Мало того, что приходится контролировать свои движения, необходимо еще следить за действиями противника. Тренировка длится полтора часа. Иногда перед игрой проводят теоретические занятия. Но пока никаких сложных стратегий, только базовые правила. Не последнее место в таком виде спорта, как футбол, занимает командная работа. Этому тренер Видас Алундерас уделяет много внимания. У меня очень дружная команда, потому что в первую очередь у меня идет дисциплина. Дисциплина должна быть не только на поле, может, на тренировках, уважения к своему партнеру, но и поза полем. Когда выходят на футбольное поле, они должны друг за друга отрабатывать. Один ошибся, другой ему помог, чтобы этот командный дух был постоянно у них. В соревнованиях молодые футболисты начинают принимать участие с 8 лет, поэтому командный дух и дисциплина важны, как никогда. Не забывают и о правильном питании. Вот здесь уже не обходится без ограничений. Нужно отказываться от столь любимых всеми булочек и сладостей, минимум жареного. Быстрые углеводы тоже не приносят никакой пользы. А с возрастом детский футбол сменяется юношеским, увеличиваются нагрузки, начинаются настоящие тактические тренировки. Но это потом, а пока ребята просто наслаждаются любимой игрой. Продолжим, друзья, общение. К нам на площадку присоединяется Видес Алундрис, тоже в свое время игрок Таврии, ну а теперь уже тренер спортивной школы номер 3. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в Таврии поиграли не так долго, но в конце концов вы вернулись сюда и связали свою жизнь опять же с Симферополем. Что так запало в сердце? В 99-м году меня пригласили в Харьковский металлист, а там был главным тренером Михаил Иванович Фоменко. Который был в свое время в Таврии? Да, потом он перешел в Таврию, это прошло 9 лет, и в 2008 году я в это время играл в Польше, стал в этом году, в 2008 году чемпионом Польши стал, и в финале мы, можно сказать, обыграли Варшавскую Легию. Легию. Да, и в этот момент пригласили опять Михаила Иванович Фоменко приехать к нему работать. в УЕФА тогда вышли и играли с Францией с Реном. Против Реном, да. Кубок Интертото? УЕФА. Интертото? Интертото, да. Недолго существовало, и супер, и супер серия пенальти. Да, в 2008 году я здесь приехал, подписал контракт на три года, но долго мне не получилось здесь задержаться, там, ну, из-за разных-разных обстоятельств. в 2009 году меня пригласили в Австрию в высшую лигу играть, Лас Клинз в высшую лигу, я уехал там играть. А судьба меня здесь сюда вернула, потому что в 2008 году я нашел свою судьбу, свою жену любимую, да, и у нас вот так в 2010 году женились, и получится так, когда я закончил, можно сказать, карьеру свою в 35 лет вернулся сюда. Семьей живу до сих пор здесь, в 2010 году. Ну и передаете свой опыт подрастающему поколению. Да, и они у нас сейчас в зале. Как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Мельник Андрей и мой тренер Вида Саландерис. Да, мы сейчас поговорили, обеседовали с твоим тренером. Скажи, есть уже футбольные кумиры? Да, есть вратарь, есть Манчестер Реннаде, это Давид Дехея. Мой кумир, так как я играю на той же позиции, что и он. Показывает хорошие результаты. Как тебя зовут? Меня зовут Александр Фурс. Хотел бы в Таврии играть? Да, но я здесь и играю в Таврии. За основной состав взрослой команды? Да, да, хотел бы. Хотел бы. А есть прицел в будущем на европейские чемпионаты? Да, я бы хотел попасть в Реал Мадрид, в команду. Вот так. Еще один болельщик сливочных. Борис Романович, как человек, который долго, давно и усердно следит за командой, какие, может быть, позиции, на ваш взгляд, требуют особого усиления? В межсезонье завершилось и, конечно, уже многие точечные усиления произошли во всех командах. Мы должны сегодня не только о Таврии говорить. У нас 8 команд, они очень симпатичные в чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза, небывалая интрига. Такого положения команд, как вот после осенней части чемпионата, не было ни в первом, ни в втором, ни в третьем чемпионате. И вообще, чемпионат наш особый. Он имеет трех разных победителей предыдущие годы. Три года, три победителя. Три года, три раза. То есть, это говорит о том, что интрига есть, что посрамлены все скептики, которые говорили, что не быть крымскому футболу в силу ряда санкционных, в том числе, обстоятельств. И кубки тоже берут разные команды. И хорошо, с большим желанием команды играют. Это видят и болельщики. Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше на трибунах. И мы вспоминали сегодня четыре тысячи только на выезде. Сейчас, увы, на стадионах мы не можем похвастать. Но при этом, я думаю, что есть преданные болельщики во всех командах без исключения. И они верят в крымский футбол, как и мы с вами. Действительно, действительно, друзья, будем верить в команду, будем верить в то, что наш чемпионат станет частью большого российского чемпионата и наши крымские команды обязательно покажут себя на, в том числе, мировых аренах. АПЛОДИСМЕНТЫ Крыму отличная погода и гудит стадион. Сегодня Таврия играет, Таврия чемпион. Мы за любимую команду даже горы свернем, пешком по морю до Стамбул, а если нужно, дойдем. И будем дружно мы за Таврию родную болеть и нашу песню боевую громко все вместе петь. Таврия! 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 Это был Гим Таврия в подарок нашим зрителям от команды Джокерс Бэнд. История Крыма и его жителей богата на свершении достижения. Все, что уже было сделано, это незабытое прошлое. Но мы верим, что впереди еще много вершин, которые предстоит покорить. Ну, а завершить программу хотелось бы лозунгом симферопольских болельщиков. Верим в команду, верим в победу. Главное помните, что все мы часть большой крымской истории. Чем мы гордимся?